Привет, друзья! В сегодняшнем видео мы рассмотрим 5 ценных уроков от таких миллиардеров, как Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джек Ма, Опра Уинфри и Марк Кьюбан. Мы надеемся, что именно эти уроки станут ключом к вашему успеху. Инстардинг представляет 5 уроков, меняющих жизнь. Урок номер 1. Рискуйте и ошибайтесь. В мире, который так быстро меняется, самый большой риск, на который можно пойти, это не рисковать вовсе. И я в этом твердо убежден. Если ты находишься на пороге открытия или у истоков какого-то важного проекта, то всегда приходится идти на риск. Всегда будут люди, которые будут вас отговаривать и указывать на отрицательные стороны вашего рискованного предприятия. Строго говоря, они по-своему правы. Любой бизнес проходит через взлеты и падения, но если вы не проходите через все трудности на своем пути, не набиваете шишек и не совершаете ошибок, вы не двигаетесь вперед. И тогда вы неизбежно проиграете. Так что, принимая во внимание все аспекты развития бизнеса, самый большой риск, на который можно пойти, это не рисковать вовсе. Урок номер 2. Выбирайте сложные пути. Мы все сталкиваемся с трудностями. Я очень сильно сомневаюсь, что вы знаете кого-нибудь, кто не проходил через испытания, у кого в жизни не было черных полос и неудач. Неприятностей хватает с избытком, но это и хорошо, потому что это учит нас идти вперед. Мы падаем, поднимаемся и идем вперед. Иногда судьба посылает нам свои дары, и это нас окрыляет. Со своей стороны я хотел бы дать вам совет. Гордитесь не своей удачей, а своей усердной работой и тем выбором, который вы делаете в жизни. Что я подразумеваю под этой удачей? Например, вы можете быть гением в математике. Она дается вам очень легко, и это ваш дар. Ваш подарок судьбы. Но решение сложных задач и изучение математики может быть с нелегким испытанием, и тогда вам придется попотеть. Именно тогда все решит ваш выбор. Нельзя гордиться только тем, что вам дано свыше. Вы можете быть благодарны судьбе и радоваться, что это у вас есть, но вы можете гордиться и своим выбором. Если вы решаете много работать и совершенствовать свои таланты, этим уже можно гордиться. Урок номер три. Прилагайте максимум усилий. Оглядываясь назад, я могу сказать, что все трудности, с которыми я столкнулся в юности, оказали на меня положительное влияние. Я столько раз терпел неудачи. Как минимум 30 раз мне отказывали, когда я подавал заявление о приеме на работу. Отказывали, не давая ни малейшего шанса. Но знаете, все эти неудачи оказались для меня хорошей школой жизни. До 30 лет я был неудачником. Бывает, что ты терпишь неудачи, но никогда нельзя сдаваться. Выход есть всегда. После окончания университета я работал учителем в течение шести лет. На пятый год работы мои студенты выбрали меня лучшим преподавателем в университете. Все, чему я учил своих студентов, я узнал из книг. Если бы я мог потратить 10 лет на приобретение жизненного опыта, и неважно, чем бы все окончилось, победой или поражением, я бы все равно вернулся в университет учить студентов. Я думал об этом, когда создавал Алибаба. Я никогда не думал о том, что могу разбогатеть. Я никогда не думал, что добьюсь успеха. Я никогда не думал, что мы сможем продержаться 18 лет, но у нас получилось. Урок номер четыре. Развивайте свое мастерство. Главный совет, который я могу дать вам, заключается в следующем. Совершенствуйте свое мастерство. Работайте, не покладая рук, пока не станете номером один лучшим в своем деле. Будьте настолько великолепны, чтобы никто не смог вас проигнорировать. Перестаньте сравнивать себя с другими. Вы пришли в этот мир, чтобы быть собой и никем другим. Не пытайтесь никому подражать. Весь наш жизненный путь заключается в том, чтобы максимально глубоко познать себя и явить миру свое исключительное «я». Именно для этого вы и пришли в этот мир. Урок номер пять. Фокусируйтесь на своих сильных сторонах. Думаю, что важнее всего знать свои сильные и слабые места, а еще понять, что ты по-настоящему любишь делать. Если ты работаешь по необходимости, то ты уже проиграл. Если ты не любишь свою работу, то будешь считать каждую минуту до ее окончания. Но если ты по-настоящему любишь свое дело и знаешь свои сильные стороны, ты можешь их использовать в своей работе и приумножить свой успех. А зная свои слабые стороны, ты можешь работать с теми, кто дополняет тебя. Лично я всегда работал с партнерами, которые меня доставали. Жутко меня доставали. Я хочу сказать, что они отличные ребята, но их перфекционизм меня просто доставал. Лично я лентяй и раздолбай. Я умею просчитывать на несколько ходов вперед. Я вижу всю картину в целом, как меняются технологии, как может поменяться в будущем целая индустрия, но мне обязательно нужен кто-то, кто поможет разложить мне все по полочкам и довести дело до конца. Понимание своих слабых сторон так же важно, как понимание своих сильных качеств, равно как и любовь к делу в своей жизни. Друзья, надеемся, что это видео поможет вам стать не только успешными, но и счастливыми. Напишите в комментариях, советы каких успешных людей вам было бы интересно услышать еще. Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на наш канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и обязательно поставьте лайк. Всем пока!